Ежегодно в середине июля угличане отмечают один из самых любимых праздников – День города. 12 июля нашему славному городу исполняется 1066 лет. В настоящее время проводятся различные мероприятия по подготовке к Дню празднования. О том, какая программа ждет угличан и гостей города, расскажет главный режиссер Управления по делам культуры, молодежи и спорта Сергей Яковлев. Праздник начнет у нас 12 июля в субботу в 11 часов. По улицам города проедут машины с комарохами, клоунами, с праздничными зазывалами, с приглашениями на праздник. В 12 часов на центральной эстраде на Успенской площади перед угличанами выступит наш оркестр русских народных инструментов, детской музыкальной школы, которые подготовили праздничную программу. И затем уже ровно в час дня состоится официальная церемония открытия праздника. Мы ждем гостей губернатора нашей области Анатолия Ивановича Лисицына. Очень много гостей из соседних городов, из других областей. Они также поздравят угличан с этим праздником. И, как это всегда бывает, глава округа Елена Михайловна Шереметьева откроет день города, уже непосредственно объявит о начале этого праздничного дня. И вот в этот момент, после того, как она объявит праздник открытым, состоится, впервые у нас мы делаем, впервые водно-пиротехническое шоу с использованием водяных столбов, дымовых фейерверков. В небо взмоют сотни шаров, то есть это очень красивый такой пролог праздника. Ну и затем уже начнется сам праздник. В этом году праздник у нас посвящен воде. Почему воде? Решением ООН год, вот год 2003, объявлен годом пресной воды. Ну а как неугличанам, живущим на берегах Волги, значит, отметить праздник, именно посвятить этот праздник воде. Тем более, еще одно стечение таких обстоятельств, значит, нашему углическому минеральному источнику в этом году исполняется 100 лет. То есть, видите, как бы и перекликаются решения ООН, и столетия, все сводится к воде. То есть, вот праздник посвящен будет именно воде, без которой мы с вами, как говорят, и не туда, и не всюду. Ну и затем уже после официальной церемонии открытия праздника начнутся различные программы, как на центральной эстраде выступит очень много интересных артистов. Мы в этом году решили построить праздник на таком, знаете, на балагане, на цирке, на шутках, на клоунадах. Приедут очень много артистов цирка. Это ходулисты, клоуны, жонглеры, фокусники. Будет очень много зверей. То есть, вот программа, она вот такая вот будет, такого развлекательного. И не только, что мы будем, артисты будем развлекать, а и постараемся привлечь самих зрителей, чтобы они поучаствовали, чтобы они чему-то научились, тем же фокусом, ну и так далее, и тому подобное. Вот такого плана будет программа. Выступит очень много артистов эстрады, как из Москвы, и наших углических артистов, из Череповца. В программе концерта и всего выступления примут артисты не только нашей страны и России. К нам приезжает ансамбль эстрадного балета из Испании. Очень красивый, интересный коллектив. Они тоже вот выступают в дневной программе. Так что я советую всем угличанам подходить на площадь не вечером, а приходить днем, вот в час дня. Здесь очень интересная программа. Ее нужно обязательно вам посмотреть, всем, дорогие друзья. Вы не пожалеете, я вас уверяю. В 13 часов, параллельно вот с открытием праздника, на центральной площади в парке начнется детская программа. Там тоже очень много выступает и клоунов, и артистов цирка. То есть для ребят тоже интересная программа. И танцевально-развлекательная, там и детская дискотека будет проходить. Очень много различных аттракционов. Помимо того, что у нас в городе есть, у нас приезжают, привозят и пони, приедут. Привезут из Ярославля лошадок, вот этих маленьких, приедут. Привезут две кареты уже с большими настоящими лошадьми, в которых в каретах можно будет прокатиться по городу. Значит, паровозики различные. То есть очень много интересных аттракционов именно для ребят, но и для взрослых тоже. И в 19 часов, значит, мы начнем большой галлоконцерт, в котором будут участвовать, как и наши исполнители, угольчане. Это будет петь Юлия Ворона, будет петь Владимир Арфаницкий. И этих исполнителей, наверное, многие знают у нас в угольче. Будет петь группа «Не поздно», группа «Нон-стоп». В концерте примет участие эстрадный балет «Бразильские звезды». Также в концерте примет участие, наверное, многие уже слышали, мы пригласили в этом году группу «Чай вдвоем». Они также будут работать в галлоконцерте. Очень много запланировано и познавательных мероприятий. В этот день откроется галерея кукол на улице Островского, дом 1. В этот день откроется выставка отца Сергия. Это в Богоевленском соборе в Кремле. В этот день у нас, значит, пройдет открытие торгового центра. Это вот наши с нами рядки. Все, они будут официально открыты. То есть на этой церемонии тоже можно будет присутствовать. То есть, ну, довольно-таки очень много не только развлекательных, но и познавательных мероприятий будет проходить в этот день. Я думаю, что скучать никому не придется. Ну, а кто, кому далеко будет домой добежать, перекусить, и этот вопрос мы тоже предусмотрели. Будет развернуто очень много торговых точек на площади и в парке. Ну, а кому захочется приобрести какие-то карнавальные костюмы или какие-то сувениры, то есть это тоже можно будет сделать. Тем более, что вот у нас постоянно в течение вот этих последних дней постоянно раздаются звонки. Приезжает очень много людей, которые будут продавать произведения искусства, можно сказать так, свое, то, что они делают своими руками. И, начиная от наших соседей, от мышкинцев, там, от других районов Ярославской области, даже из Воронежа, из Палиха, из Твери. То есть, я думаю, что ярмарка вот эта будет очень тоже интересная. И кто захочет себе что-то оставить на память на добрые одни города, наверняка найдут среди вот этого такого разнообразия какой-то сувенир себе на память. Ну, естественно, каждый день города, кульминация его, это праздничный фейверк. Этот год не исключение, он тоже состоится, он тоже будет по окончании гала-концерта. Хотелось бы поблагодарить в первую очередь главу нашего округа, Львову Михайловну Шереметьеву, за то, что она вот с таким пониманием относится и с участием не только как глава округа, как бы как вот это ее обязанность непосредственно, а вообще как человек относится с пониманием проведения таких огромных мероприятий, мы чувствуем это работники культуры, всегда ее поддержку в этом отношении. Мне также хотелось бы сказать большое спасибо всем руководителям предприятий, организациям, учреждениям города, частным предпринимателям, гильдии, промышленникам, всем тем людям, которые нам помогают провести и подготовить этот праздник. Ну и в заключение мне хочется пожелать угличанам и гостям города хорошего праздничного настроения, нам как организаторам и вам как участникам праздника хорошей погоды и до встречи 12 июля. Продолжение следует...